всем привет рада видеть вас снова на своем канале сегодня коротенький апдейт называется вижу дно или дошли до дна апдейт про пустые баночки как вы уже догадались ну теперь коротенько что у меня на лице а на лице у меня снова ну вот совсем чуть-чуть буквально моего тонального крема который вы уже знаете и кстати говоря я их нашла они оказывается продаются снова магазинах не знаю по крайней мере у нас они продаются не хозяйственно как не называется в парфюмерных магазинах вот это maybelline instant anti-age effect противовозрастные ну и мой цвет камео как я уже говорила номер 20 я не знаю какие именно сейчас цвета доступны честно говоря я не смотрела но вот именно вот такие вот как я уже говорила с губочкой они сейчас есть в продаже удобная штука тонкое покрытие я его почти не использую и вот он потихонечку меня уходит но это крайне долго на самом деле быстрее наверное закончится срок годности чем он у меня закончится почему потому что ну в общем то я уже говорила у меня кожа сухая и мне он собственно вообще-то не нужен я его использую вот так вот на камеру ну и крайне редко вообще в остальной жизни если уж совсем какой-нибудь прощу или извините за выражение и покраснение атаку в общем-то мне он не нужен и следующие два продукта вы тоже уже знаете это вот два консилера которые мне нужны и без них я к сожалению никак не могу никуда выйти хотя если честно в обычной жизни вот так вот если там магазин на минуточку или куда то конечно я без консилера да и вот консилеры как я уже говорила тоже это же из этой же серии анти-эйдж эффект извините точно такой же с такой же губочкой и они есть продажи опять же цветовую гамму я не знаю какая сейчас есть но вот это вот это у нас 03 fair темнова для меня ну да бог с ним какой купила такой купила у него довольно тонкое покрытие и в общем мне он нравится вот этот всем известный камуфляж катрис камуфляж он у меня вот я наконец нашла 0 10 порцелан он светлый он хороший но он конечно не для возрастной кожи поэтому я его применяю крайне редко вот так вот опять же на видео и может быть замазать какой-нибудь если он появляется в основном тоже он у меня очень давно и как-то вот медленно уходит и он да он западает морщинки то есть он плотное покрытие у него но вы все знаете все о нем говорят весь интернет весь youtube поэтому ничего нового я вам не скажу все те же у меня румяна жидкие от мангеттен и все также я вам их и советую и вы все равно нигде не найдете 0 2 чеки charming такой собственно как вот на как на бутылочки цвет точно такой же лососевый наверное вот так вот все еще я их пытаюсь добить они недобиваемые тоже я их ну не очень люблю потому что они разъедают тон если сверху а потом тоже они как-то не знаю растирается не знаю пятнами в общем не ничего хорошего но вы все равно и нигде не купите так что можете забыть потом что касается туши переходим к глазам все та же самая у меня все я уже давно сказала что она у меня закончилась она не заканчивается но у меня все долго ланком дефинициус вот я ее вам уже показывала 200 тысяч раз и вот такая щеточка удобная что еще могу сказать удлиняющая тушь но я ее наношу естественно в несколько слоев чтобы как-то объем придать потому что у меня в принципе ресницы длинные но они редкие и объем объема не хватает вот и дальше так мы остались на глазах ну вот слизистая подведена вот этим карандашиком это смешно это тоже добивашки тут даже долго не будем говорить это просто ланкомовский какой-то такой коричневый коричневый серый цвет могу показать но он я думаю его все равно вы опять же да может быть они есть продажи но я не могу сказать какой-то номер не знаю такой вот коричневенький и все брови они ничем не пользуюсь для бровей поэтому у меня не свои кусты как у брежнева поэтому в общем то мне их как говорится причесать прилепить и все окей и идти гулять смело да перескакиваю я опять к лицу вот мой хайлайтер который на самом деле является румянами я тоже в прошлый раз показывала между между measurable difference вот так вот он выглядит запеченные видимо и они говорят что это румяна но вот для меня я не знаю у меня в принципе очень светлый цвет кожи ну какие-то румяна это хайлайтер вообще-то где он тут я его поймать не могу вот видно не видно такой сатиновый блеск опять же тоже я не думаю что вы найдете где-то это было в такомах скупленное давно и они нескончаемые просто нескончаемые ну и далее что касается на глазах это вы будете смеяться опять же очередные добивашки это вот такую вот еще помните палеточку была лореалевская из четырех цветов называется квад про для зеленых глаз у меня уже такая потрепанная потрепанная вот она видно не видно и их по моему сейчас не продают мне так кажется это видимо если это номер то триста девятнадцать я не знаю golden green вот но по моему их уже нигде и не продают она старенькая у меня и я в основном я чуть перестала пользоваться тенями ну вот решила поменять образ разочек и вот вот как это все выглядит на глазах у меня очень сильное нависание как вы видите жуткие мешки круги и так далее но вот вот это с этой палеткой то что я умею я особо не умею и вот она что из себя представляет цветовой гамме то есть это вот такой вот наверное хаки коричневый хаки зеленый не знаю потом такой вот немножко золотистый следующий если мы снизу вверх идем белый и серебряный цвет ну и не знаю сводчи делать не делать но их особо все равно нету продажи этих палеток поэтому сделаю так на всякий случай так пигментация она крошится малость пигментация не очень наслаивать надо ну вот я говорю все равно их и нету и и и и и а вот серебристый у него такой интересный финиш вот сводчи серебристого финиш интересный он такой как бы маслянистый немножко был по крайней мере ну это что касается опять же палетки теней маленькой на самом деле у меня есть много палеток но честно говоря как-то стрелку нарисовала может быть каким-то минимальным цветом накрасилась там одним цветом моно макияж и пошла надо будет как-то попробовать другие варианты ну и дальше на губах у меня сегодня все тот же карандаш от эссенс который я показывал в прошлом видео это номер melt your heart 05 вот так видно вам не видно не знаю и его я уже показывала ну вот он такой жестковатый и далее и далее и далее помада это от лореаль natural для блондинок 235 номер вот весь этот верх ногами нет не верх ногами 235 номер или называется нюд 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 нюдовый цвет вот он же вот он так не вижу я в кадре или где и сейчас я сделаю сводч который я вечно забываю делать это ну такой вот вот действительно нюдовый такой цвет розоватый немножко коричневатый нюдовый удобная сатиновая приятная в носке мягкая такая наверное ухаживающая может не ухаживающая мне нравится мне нравится но опять же помада не очень уходят потому что маска ходим поэтому с помадами у нас не очень я сразу рекламу делаю вот такой вот я сделала маникюр вот так что я надеюсь что вы заглянете на мне ко мне на канал на маникюрное видео я сделала пошаговый туториал громко сказано туториал но вот вот такой вот маникюр ну типа как паутинка маникюр паутинка насколько у меня это получилось но как вы знаете все это нелегко и опять же это эксперимент как все мои маникюрные видео на моем канале и что я могу сказать вот такой вот маникюрчик я делаю ну и все остальные на моем канале маникюры сделаны обычными декоративными лаками не гей лаками поэтому не судите строго гораздо сложнее мне кажется вот именно обычным лаком вот как-то выполнить вот такие вот паутинку такую но если вам интересно приходите я буду безумно рада и если у меня поддержите своими комментариями лайками и подпишитесь на мой канал то я конечно прибегу к вам и соответственно тоже обещаю со своей стороны поддержку до видео до пустых баночках наверно придется опять разрезать потому что я опять долго болтаю болтаю и болтаю но пустых баночек будет немного сейчас мы быстренько их обсудим и я вас оставлю в покое вот блендомет паста xxl ну как всегда что они можно сказать якобы она отбеливает зубы ничего не отбеливает ерунда по плотности она не очень плотная она конечно не жидкая но она и не плотная бывают более плотные пасты то есть мне например нравится более плотно это довольно таки ну не то не сё ну и она обещает как всегда от кариеса от очищающий эффект что не образуется зубной камень и свежее дыхание ну и так далее и так далее то есть тут целых десять позиций фигня полная на мой взгляд но не знаю сложно сказать единственное что вот вот размер xxl 125 миллилитров и вот и она у нас ну очень долго была хотя чистим зубы утро вечер вдвоем и вот и все что я не могу сказать ну нормально зубная паста как зубная паста вот потом закончился вот такой вот пузырёчек это такая пена для для ванны на самом деле это не пена этого именно вот в форме геля гель выливаешь в ванну и она там все пенится ну такого было темно-красного цвета вот как вы видите как потеки вот эти здесь ну и запах аромат просто фантастический просто фантастический это вот красный мак и и что и что то еще и ухаживает мягко мягкий уход с натуральными маслами и с долго остающейся пеной я я не принимаю ванну это муж меня принимает поэтому ну он был страшно доволен и мурчал от удовольствия я только в душе и долго ему хватило это 400 миллилитров вот такой флакон то есть она не из дешевых вот эта фирма но она и не из дорогих и для такого объема я уже не помню сколько я за нее платила но ну наверное такой понятно не люкс это не люкс это и обычные магазины то есть это не какие-нибудь там не знаю сифоры или что то нет нет это обычные магазины но да приятные приятные что уж там смягчает кожу не смягчает это и он вы же понимаете мужчину спрашиваете это много вы от него не добьетесь ну вот как как то так как то так хорошая штука по крайней мере я тащилась от запаха то есть я проходила у нас еще в ванной стоял очень много вот этот вот аромат очень классный не могу описать но мне он безумно нравится я не люблю сладкий аромат это вот как раз такой даже не знаю вот дорогих духов о каких не могу не могу сказать это надо наверное если они у вас есть в магазинах просто прийти тихо открыть засунуть нос и понюхать вот они без всякой там без всяких пленочек или чего то там которые защитные знаете бывают они просто открываешь откручиваешь крышку и нюхаешь и все да дальше теперь у меня закончился вот этот вот продукт для зоны вокруг глаз я вам его показывала не помню когда но вот какое то видео у меня было и это лореалевский ревитолифт и вот у меня в доказательство вот этот вот пузырек не не пузырек флакончик видите что я делаю я разрезаю вот он ревитолифт и я потом потому что много продуктов остается вот в таких тюбиках да тюбик это много продукта остается я разрезаю обычно ну если уж совсем мне не нравится конечно выбрасываю а так я разрезаю еще на на 2-3 дня не хватает конечно на 2-3 дня вот такой разрезанный это не гигиенично поэтому я их вот так вот потом складываю и дальше еще в пакетик и и в холодильник тогда можно 2-3 дня в принципе быстренько использовать ну такой вот у него аппликатор честно говоря я особо этим аппликатором не пользовалась я не поняла зачем он может быть летом он как-то ну холодит такая вот не знаю приятное приятное прикосновение этого гладкого металла я думаю что это ну сталь наверное хирургическая какая-нибудь хотя вряд ли и как всегда они там обещали 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 да 15 миллилитров продукта и они обещали вот что осветляет черные круги там увлажняет не знаю чего отечность убирает естественно ничего не убирает не осветляет но дает какой-то минимальный уход то есть просто увлажненность и не знаю смягчает кожу вокруг глаз все вот на мой взгляд но я перепробовала миллион вот этих всех вот кремов для зоны вокруг глаз по-моему все одно и то же за большие деньги за маленькие деньги все один и тот же вариант ну вот каждый раз я что-то пробую новое вот такой вот вариант я кстати купила себе такой же тогда же одновременно вот с этим вот продуктом я купила себе точно такой же ревитолифт крем для лица но его я так и не успела попробовать этот продукт у меня уже закончился а тот еще не начался тот будет следующим я его не принесла с собой но вот почему потому что я все еще пользуюсь вот вот этим вот продуктом крем для лица но он позиционируется и как дневной и как ночной и как не знаю вечерний и утренний какой хотите это от элизабет одан visible difference ну и здесь семьдесят пять миллилитров большой объем баночку я вам уже показывала и она у меня тихо тихо вот только сейчас не помню когда я ее начала надо будет посмотреть в каком видео я снимала вот вот такая вот баночка красивая тяжелая и стеклянная ну и вот продукт он еще тут защитная мембрана еще я ее уже не буду вытаскивать и вот видите уже вижу дно что называется то есть я думаю еще наверное ну несколько дней и все что такой приятный кремчик вначале он мне ну такой вот беленький такой средней плотности вот сейчас я его нанесу вот видите ну и вот распределю его помассирую и он когда-то впитается я думаю скоро впитается что я могу сказать поначалу я была немножко разочарована но а вот я когда-то летом начала по моему им пользоваться и мне он не понравился чем то что я под ним потела он как будто пленкой был что ли мне так показалось я под ним потела но с другой стороны и неудивительно потому что кремовые текстуры при 40 градусах ну там сколько 35 было да и ну это все равно ничего хорошего из этого не выйдет поэтому я думаю любой бы крем мне не понравился это я сделала глупость что я его тогда открыла надо было открывать я думаю какой-то более менее плотный продукт то есть не кремовый хотя это не плотный крем как я уже сказала но вот все равно я сделала чепуху но вот сейчас в холодное время впитывается быстро увлажняет смягчает то есть мне он стал нравиться не могу сказать что он какой-то супер особенный не могу сказать но мне он нравится вот ничего неплохой единственный минус вот как я уже сказала вот такая вот банка ну и как туда пальцем лазить очень гигиенично правда я сейчас залезла при вас но у меня есть вот такая вот штучка удобненькая вот такая ложечка специальная это у меня был как-то один крем для лица израильский сувенир из поездки в Израиль и вот от него осталась где-то баночка лежит пустая я не помню показывала я ее или нет и вот такая вот ложечка я ее вытаскиваю буквально вот ну сколько тут с ноготок да помещается и мне хватает на все лицо и даже на шею то есть в принципе вот я говорю вот эти 75 миллилитров это просто ну долго 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 вот вот ну и пожалуй все что я о нем могу сказать то есть в принципе он неплохой но чтобы сказать что он лучше чем какие-то другие продукты не знаю не знаю ничего ничего претензий у меня к нему на данный момент нет и аромат у него потрясающий сначала мне оказалось что мне он мешает то есть на ночь я его ну я на ночь его не наношу я наношу только утром но аромат этот я чувствую первые там пару минут действительно духами пахнет очень приятными не сладкими опять же меня он не тревожит как-то ну вот спать я не ложусь в нем спать и потом я его через ну скажем 10-15 минут уже не чувствую все то есть в принципе претензий у меня к нему сейчас нет хотя вот сейчас я еще чувствую приятный аромат и последнее что у меня закончилось это вот такой вот тоник тонер как хотите так назовите эссенциальная вода вообще-то это называется отли ацеталь не знаю как правильно она читается называется это маленький продукт это была у меня мне был подарок девчонками подарен это была серия там значит было вот так вот было да то есть демакияж средство для демакияжа такое масляное я его уже вам показывала оно уже у меня окончилось давненько еще не выбросила потом был крем крем который тоже дневной крем я его тоже уже давно вымазала и даже не нашла честно говоря баночку наверное я ее выбросила это еще было до моего канала я крем использую почему-то вот так вот у меня все было по-разному в разное время вот этот продукт ну я уже говорила о нем скажу еще раз что стойкий макияж стойкие средства он не очень снимает я вам скажу то есть не знаю мне не понравилось а такой легонький ну легонький вы и так смоете и с мылом ну мыло конечно нехорошо сушит кожу но вот 200 миллилитров то есть в принципе ничего помпа удобная маслянистый но какое-то маслянистое такое все-таки ощущение на коже остается такой типа пленки мне это не очень как-то понравилось но корейские вот эти все знаменитые средства которые меняют смешиваясь с водой свое состояние на пенку там и так далее вот то что я слышала у девчонок я не пробовала поэтому не знаю это честно говоря и другие масляные продукты как они называются да тоже я не пробовала вот это как бы первое что я попробовала я такая старомодная вот поэтому ничего не могу сказать ни с чем не могу сравнить а вот этот вот это был просто видимо приложен к вот этому набору состоящему из крема для лица из вот этого вот средства для деммакияжа и вот это эссенциальная вода здесь всего 50 миллилитров ничем она особо не пахнет нет немножко я бы сказала каким-то огурцом что ли пахнет ну такой ненавязчивый запах минимальный и мне его опять же хватило надолго но я макияж делаю не каждый день особенно такой серьезный вот как сегодня на мой взгляд для меня это серьезно уже макияж скажем так и ну тоник и тоник опять же мне сравнивать не с чем ничего ничего то есть больше я ничего не могу сказать сравнивать я ни с чем не могу вот пожалуй все то есть я смотрю еще раз все продукты я вам перечислила все что у меня закончилось все что у меня на лице я тоже перечислила еще раз реклама вот вот этого маникюрчика заходите и и все наверное все всем спасибо за внимание рада вас всех видеть и надеюсь что вы ко мне заглянете подпишитесь поставите пальчик вверх может быть а может вниз но как бы там ни было всех люблю и до следующего раза счастливо пока 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 пока